РОБЕРТ ШЕКЛИ. ДОЛОЙ ПАРАЗИТОВ Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд сидели в конторе межпланетной очистительной службы АС, каждый на свой лад скрашивая долгое и томительное ожидание клиентов. Высокий, худой и сентиментальный Грегор раскладывал сложный пасьянс. Пухлый коротышка Арнольд, обладатель гонореечно-желтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером. И тут, о чудо из чудес, вошел клиент. На сей раз им оказался Сарканец, обитатель Саркана Второго, чья голова напоминала голову Ласки. Он был облачен в белый костюм, а в руке держал дорогой портфель. «Меня есть планета, где требуется истрепить паразитов», – с порога заявил Сарканец. «Вы пришли по адресу», – заверил его Арнольд. «Так кто же вам мешает?» «Мииги. Мы еще терпели их, пока они отсиживались по норам. Но теперь они начали нападать на нашу Саунику, и с этим необходимо что-то делать». «А кто такие мииги?» – осведомился Грегор. «Маленькие, уродливые, почти безмозглые существа с длинными когтями и свалявшейся шерстью». «А что такое Сауника?» «Это овощ с зелеными листьями, напоминающий земную капусту. Сарканцы питаются исключительно Сауникой. И теперь мииги поедают Саунику». «Нет, они ее не едят. Раздирают когтями и варварски уничтожают». «Зачем? Разве поступки миигов вообще можно объяснить?» «Воистину, сэр!» – рассмеялся Арнольд. «Вы совершенно правы. Что ж, думаю, мы сможем вам помочь. Есть только одна проблема». Грегор встревоженно посмотрел на партнера. «Вопрос в том, – продолжал Арнольд, – останется ли для вас просвет в нашем графике?» Он раскрыл книгу заказов, страницы которой были плотно исписаны именами и датами, сочиненными Арнольдом как раз для такого случая. «Вам повезло», – объявил он. «Как раз в эти выходные мы свободны. Осталось только договориться об оплате, и мы вылетаем к вам. Вот наш стандартный контракт. Ознакомьтесь». «Я привез свой контракт», – сказал сарканец, доставая документ из портфеля и протягивая его Арнольду. «Как видите, я в него уже вписал весьма крупный гонорар». «Конечно, вижу», – отозвался Арнольд, размашистая подписывая контракт. Грегор взял документ и внимательно его прочитал. «Тут значится, что штраф за невыполнение условий контракта вдвое превышает наш гонорар», – заметил он. «Именно поэтому я и плачу вам так много», – пояснил сарканец. «Результат нам нужен немедленно, пока не кончился сезон сбора урожая». Грегору это не понравилось, но партнер метнул в него мрачный взгляд, напоминающий о неоплаченных счетах и просроченных банковских займах, и он, помедлив, все же нацарапал свою подпись. Четыре дня спустя их корабль вынырнул из-под пространства неподалеку от красного карлика Саркана. Через несколько часов они сели на Саркане-2, планете сарканцев и паразитов-миигов. В Угурюмии, крупнейшем городе на Саркане, встречать их было некому. Все население уже перебралось на каникулы в курортный городок Малый Тасс, потратив на это немалые деньги, несмотря на предоставляемые группам отдыхающих скидки. И там, сидя в разноцветных хижинах, дожидалось избавления планеты от паразитов. Партнеры прогулялись по Угурюмии, но глинобитные здания не произвели на них впечатления. Лагерь они разбили за пределами города на краю засаженного Сауникой поля, где своими глазами убедились в том, что Сарканец волновался не зря. Многие кочаны были сорваны, выдраны, рассечены, разодраны на куски и разбросаны по полю. Работу партнеры решили начать с утра. Арнольд вычитал в справочнике, что мииги весьма чувствительны к действию папаина, фермента, содержащегося в папайе. Если опрыскать миига раствором папаина с концентрацией всего 20 частей на миллион, он впадает в кому, и спасти его может лишь немедленно наложенный холодный компресс. Неплохой способ, особенно если вспомнить, сколько в галактике напридумано куда менее приятных вариантов убийства. Партнеры привезли с собой такой запас консервированной, свежей, замороженной и сушеной папайи, что его хватило бы для уничтожения миигов на нескольких планетах. Они поставили палатки, разожгли костер, уселись на складные стулья и стали любоваться, как красное солнце с аркана опускается в скульптурный фриз закатных облаков. Едва они покончили с ужином из консервированных бобов с острым соусом, как рядом в кустах что-то зашуршало, и оттуда осторожно вышел маленький зверек, очень похожий на кота, только с густым оранжево-коричневым мехом. «Как думаешь, это случайно не Мик?» – спросил Грегор Арнольда. «Конечно же, я Мик», – подтвердил зверек. «А вы, господа из межпланетной очистительной службы АС?» «Совершенно верно», – ответил Грегор. «Отлично! Значит, вы прилетели, чтобы расправиться с сарканцами». «Не совсем так», – возразил Арнольд. «Вы хотите сказать, что не получили нашего письма? Ведь я же знал, что его нужно было отправить космической экспресс-почтой. Но тогда почему вы здесь?» «Хм, я немного смущен», – признался Грегор. «Мы не знали, что вы, Мииги, говорите по-английски». «Не все, конечно, но я, например, закончил Корнельский университет». «Послушайте», – сказал Грегор, – «дело в том, что несколько дней назад к нам пришел сарканец и заплатил за то, чтобы мы очистили планету от паразитов». «Паразитов? И кого же он здесь назвал паразитами?» «Вас», – сообщил Арнольд. «Меня? Нас? Паразитами? Сарканец нас так назвал?» «Да, у нас есть кое-какие разногласия, но такое переходит в всяческие границы. И он заплатил, чтобы вы нас убили? И вы взяли его деньги?» «Если честно», – пробормотал Арнольд, – «то мы представляли себе Миигов более примитивными, обыкновенными вредителями, если вы знаете, о ком идет речь». «Какая нелепица!» – воскликнул Мииг. «Это они, паразиты и вредители, а мы цивилизованные существа». «А я в этом не совсем уверен», – заявил Грегор. «Зачем вы в таком случае портите кочаны-сауники?» «На вашем месте я бы не стал невежественно судить о религиозных обрядах иноземцев». «Что может быть религиозного в потрошении кочанов?» – фыркнул Арнольд. «Суть не в самом действии», – пояснил Мииг, – «а в неразрывно связанном с ним смысле. С тех пор, как Мииг Гхтан, которого мы называем Великий Кошак, открыл, что простой акт раздирания кочана вызывает необыкновенное просветление сознания, мы, его последователи, ежегодно совершаем этот ритуал». «Но ведь вы портите урожай сарканцев», – резонно заметил Грегор. «Почему бы вам не выращивать для ритуала свою саунику?» «Сарканцы, исповедуя свою дурацкую религию, не позволяют нам выращивать саунику. Разумеется, мы предпочли бы рвать свои кочаны. Кто на нашем месте пожелал бы иного?» «Сарканец про это ничего не говорил», – сказал Арнольд. «Теперь дело представляется в ином свете, верно?» «Но не меняет того факта, что у нас с сарканцами заключен контракт». «Контракт на убийство!» «Я понимаю ваши чувства и весьма вам симпатизирую», – сказал Арнольд. «Но, видите ли, если мы нарушим контракт, то наша фирма обанкротится. А это, знаете ли, тоже нечто вроде смерти. А если мы, МИИГи, предложим вам новый контракт?» «Но первыми его с нами заключили сарканцы», – возразил Грегор. «И ваш контракт не будет иметь юридической силы». «Любой суд МИИГов признает его абсолютно законным», – сказал МИИГ. «В основу юриспруденции МИИГов положен тот принцип, что любой контракт с сарканцем никого ни к чему не обязывает». «Нам с партнером необходимо подумать», – заявил Арнольд. «Мы оказались в весьма щекотливой ситуации». «Я ценю ваш поступок и предоставляю вам возможность все обдумать», – сказал МИИГ. «Не забывайте, что сарканцы заслуживают смерти, и в случае согласия вы не только заработаете внушительную сумму, но и обретете вечную благодарность расоразумных и, как мне кажется, симпатичных котов». «Давай лучше отсюда смотаемся», – предложил Грегор, едва МИИГ ушел. «Такой бизнес мне не по душе». «Но мы не можем просто так взять и улететь», – возразил Арнольд. «Неисполнение контракта – штука серьезная. Так что придется уничтожить или одну расу, или другую. Только не я». «Ты, кажется, не понимаешь, в какой опасной, юридически опасной ситуации мы оказались», – начал втолковывать Арнольд. «Если мы не прихлопнем МИИГов, что обязались сделать по контракту, то любой суд нас по стенке размажет. Но если мы уничтожим сарканцев, то, по крайней мере, сможем прикинуться, будто попросту ошиблись. Тут возникают моральные сложности, а я их терпеть не могу». «Сложности только начинаются», – произнес сзади чей-то голос. Арнольд подскочил, словно уселся на оголенный провод под напряжением. Грегор напряженно застыл. «Я здесь», – добавил тот же голос. Партнеры обернулись, но не увидели никого. Ну, если не считать кочана Сауники, одиноко торчащего возле их лагеря. Как ни странно, но этот кочан показался им разумнее большинства других, которые им довелось увидеть. Но разве он способен разговаривать? «Вот именно», – подтвердил кочан. «Это я говорил. Телепатически, конечно, поскольку овощи, и я горжусь своей принадлежностью к ним, не имеют органа речи». «Но овощи не могут общаться телепатически», – возразил Арнольд. «У них нет мозга или другого подходящего для телепатии органа. Извините, я не хотел вас обидеть». «Нам не нужны никакие органы», – заявил кочан. «Разве вам не известно, что любая материя с достаточно высокой степенью организованности обладает разумом? А способность к общению есть неотъемлемое следствие разумности. Лишь высшие овощи вроде нас способны к телепатии. Разумность Сауники изучали в вашем Гарвардском университете. Нам даже присвоен статус наблюдателей при Совете Объединенных Планет. При подобных обстоятельствах, как мне кажется, нам еще следует обсудить, кого именно на этой планете следует уничтожить». «Верно, так будет по-честному», – согласился Грегор. «В конце концов, именно из-за вас грызутся Мииги и Сарканцы. Если точнее, то они сражаются за исключительное право рвать, калечить и уничтожать нас. Или я в чем-то преувеличиваю?» «Нет, суть сформулирована совершенно верно», – подтвердил Грегор. «Так, а от кого из них вы желаете избавиться?» «Как и следует ожидать, никто из них не пользуется моей симпатией. Обе расы – презренные паразиты. Я предлагаю совершенно иное решение». «Этого я и опасался», – вздохнул Арнольд. «Так чего вы хотите?» «Нет, ничего проще. Подпишите со мной контракт, предусматривающий избавление моей планеты и от Миигов, и от Сарканцев». «О нет», – простонал Грегор. «В конце концов, мы – самые древние обитатели планеты, потому что возникли вскоре после лишайников, задолго до появления животных. Мы – миролюбивые коренные жители, которым угрожают пришельцы-варвары. По-моему, ваша моральная обязанность совершенно ясна». «Мораль, конечно, вещь прекрасная», – вздохнул Арнольд, – «но следует учитывать и прозу жизни». «Я это прекрасно понимаю. Вы получите удовлетворение, сделав доброе дело, и к тому же мы готовы подписать контракт и заплатить вам вдвое больше, чем предложили они». «Знаете», – заметил Арнольд, – «мне как-то с трудом верится, что у овоща может быть счет в банке». «Разумное существо?» «Какую бы форму оно ни имело, всегда способно заработать деньги». «Действуя через нашу холдинговую компанию «Развлекательные модальности Сауники», мы выпускаем книги и записи, а также составляем базы данных на всевозможные темы. Свои знания мы телепатически вкладываем в мозги авторов на Земле, а за работу платим им неплохие авторские. Особенно большую прибыль нам приносят материалы по сельскому хозяйству. «Только овощ может быть настоящим экспертом по садоводству. Полагаю, вы найдете состояние наших финансовых дел просто блестящим». Гатчан Сауники откатился в дальний конец поля, чтобы дать партнерам возможность поговорить. Когда он удалился ярдов на 50, за пределы дальности телепатического общения Арнольд сказал, «Не нравится мне эта капуста, уж больно она умна, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Вот-вот, и у меня создалось впечатление, что Сауника пытается что-то доказать», — согласился Грегор. «Да и тот миг. Тебе не показалось, что он в чем-то хитрит?» Арнольд кивнул. «Да и сарканец, втянувший нас в эту историю, совершенно беспринципный тип. После такого краткого знакомца очень трудно решить, какую же из раз следует уничтожить. Жаль, что мы знаем о них так мало. А знаешь что? Давай уничтожим кого угодно и покончим с этим делом. Вот только кого. Бросим монетку, тогда нас никто не упрекнет в предвзятости. Но нам нужно выбрать одно из трех. Давай тянуть соломинки, что нам еще остается?» Едва он произнес эти слова, со стороны недалеких гор донесся чудовищный раскат грома. Лазурное небо зловеще потемнело. На горизонте вспухли мощные кучевые облака. Они быстро приближались. Под чашей небес раскатился грохочущий голос. «Как мне все это обрыдло!» «О, Господи! Мы опять кого-то оскорбили!» Ахнул Грегор. «С кем мы разговариваем?» Спросил Арнольд, задрав голову. «Я голос планеты, которую вы называете Саркан». «Никогда не слыхал, что планеты умеют говорить», пробормотал Грегор, но существо или кто бы то ни был услышало его слова. «Как правило», — пояснил голос, «мы, планеты, не утруждаем себя общением со всякими копошащимися на нашей поверхности козявками. Нам достаточно своих мыслей и взаимного общения. Время от времени бродячая комета приносит новости издалека, и этого нам вполне хватает. Мы стараемся не обращать внимания на всякую чушь, происходящую на поверхности. Но иногда наше терпение лопается. Населяющие меня кровожадные сарканцы, мииги и сауники настолько хамели, что больше я их терпеть не собираюсь. Я намерен прибегнуть к решительным и давно назревшим действиям». «И что вы собираетесь сделать?» — спросил Арнольд. «Затоплю всю сушу метров на десять, и тем самым избавлюсь от сарканцев, миигов и сауники. Да, при этом пострадают несколько ни в чем не повинных видов других существ, но такова жизнь в конце концов. У вас есть час, чтобы убраться отсюда. Потом я не отвечаю за вашу безопасность». Партнеры быстро упаковали вещи и перебрались на корабль. «Спасибо за предупреждение», — сказал Грегор перед стартом. «Только не воображайте, будто вас я считаю лучше прочих. Насколько мне известно, вы такие же паразиты, как и мои обитатели, но паразиты с другой планеты. Если узнают, что я вас прикончила, сюда заявятся другие существа вашего вида. Сатамными бомбами и лазерными пушками и уничтожат меня, как бродячую планету. Так что уматывайте, пока я в хорошем настроении». Несколько часов спустя уже из космоса Арнольд и Грегор своими глазами увидели, какая жуткая судьба постигла обитателей планеты. Когда все кончилось, Грегор взял курс на землю. «Полагаю, нашей фирме конец. Мы не выполнили условия контракта. Адвокаты сарканцев сотрут нас в порошок». Арнольд, внимательно читавший контракт, посмотрел на Грегора. «Нет, как ни странно, но, по-моему, мы чисты, как стеклышко. Прочти последнее, абзац». Грегор прочитал и почесал макушку. «Я понял, что ты имеешь в виду, и ты думаешь, что это удовлетворит судей». «Конечно, наводнения всегда считались стихийными бедствиями, божественной волей. И если мы промолчим, а планета не проболтается, то никто и не узнает, как все было на самом деле».